Продолжение следует... Раз, два, три. Вот, пошло уже. Господа, добрый день. Сегодня у нас очередной вебинар. Тема вебинара «Текущие инвестиционные идеи на порции». С вами я, Василий Якинкин и компания FIBO Group. Давайте перейдем к плану вебинара. План вебинара у нас остается прежний. Мы акцентируем свое внимание на фундаментальном анализе основных мировых валютных пар. Вкратце напомню, что такое фундаментальный анализ. Это по определенной модельке оценивается так называемая оценочная или истинная стоимость той или иной валютной пары, а затем она сравнивается с рыночным курсом. Если оценочная стоимость валютной пары выше, чем рыночный курс, то пару надо покупать на рынке. Если же оценочная стоимость ниже, чем рыночный курс, то пару надо продавать на рынке. Все, казалось бы, просто. Дьявол только в деталях. А именно, какую модельку выбрать тому или иному трейдеру, поскольку разные тренды, трейдеры имеют разный инвестиционный горизонт. Для глубоких инвестиционных горизонтов, от 20 лет и более, лучше всего подходит формула паритетной покупательской способности. Если же мы работаем на более коротких инвестиционных горизонтах, например, несколько лет или несколько кварталов, то, соответственно, надо внимательно следить за перетоками капитала между разными регионами. И отсюда строить свою стратегию. Если же наши инвестиционные горизонты еще уже короткие, там неделя-месяч, то, соответственно, надо играть на новостях. На втором месте по значимости ставим корреляционный анализ этих же валютных пар. То есть из всего многообразия валютных пар по комбинентальному анализу мы находим недооцененные или перетерывные валюты, а затем проводим их корреляционный анализ. В чем суть корреляционного анализа? Мы устанавливаем взаимосвязи между разными валютами или между разными финансовыми инструментами глобального финансового рынка. На чем здесь речь? Например, фондовые индексы растут, в частности, в Азии. Это оказывает давление на японскую иену. Иена, как правило, в такие моменты снижается. То есть существует отрицательная корреляция между динамикой фондового рынка и динамикой японской иены. Или наблюдается хорошая положительная корреляция между динамикой евро и динамикой Швейцарского француза против динамикой фондового рынка. Здесь как бы тоже. Мы устанавливаем такие взаимосвязи, и на них можно использовать для торгов. Третье место позначимости занимает технический анализ выбранных валютных пар. Ну, здесь можно сделать ремарку, смысл которой в том, что технический анализ часто используется как самостоятельный способ анализа и принятия решений на рынке. Но в этом случае риски, они выше рыночных, как правило, бывают. Поэтому, чтобы снизить риски, надо именно вот так ступенчато идти, как записано в плане вебинаров. Фундаментальный анализ, затем треволиционный анализ. На базе этих двух анализов выбирается направление торгов по той или иной валютной паре, а затем технический анализ оптимизирует точки входа уже для вашего таймфрейма, то есть для вашей рабочей разъемки, которая однозначно связана с вашим инвестиционным горизонтом. Особое внимание будем уделять кэрри трейд, то есть такой тактике торгов, при которой начисляется положительный скок. То есть из всего многообразия валютных пар мы выбираем только те пары, по которым начисляется положительный скок. Например, если мы делаем бай австралийский доллар-иена, то в этом случае положительный скок вычисляется. Если мы делаем сэл австралийский доллар-иена, то отрицательный скок, то есть скок вычисляется. Поэтому сэл не надо стараться, не надо делать, а бай, пожалуйста, очень даст раз. Также мы большое внимание уделяем профессиональному формированию портфеля. Для этого служит клипцент у Шарпа, трейнера Дженсона. И раз мы заговорили о портфеле, то как же не поговорить о хеджировании или страховании портфеля. И закончим наш вебинар основными рекомендациями в мире. Следующий слайд, господа. Итак, основная идея остается прежней. Нет идеальных валют в мире и евро, и доллар в Соединенных Штатах. Они имеют ряд внутренних, макроэкономических, в первую очередь, проблем. Но хуже всего дела с этой позицией у японской иены. Поэтому с фундаментальной точки зрения лучше всего покупать доллар-ща против иены. Ну или евро против иены. Но евро против иены я часто использую для хеджирования и покупки долларов. Именно бай делает доллар-иена, а селл евро-иена. Вот тезис второй. Положение доллара в среднесрочной перспективе с фундаментальных позиций выглядит чуть лучше, чем евро. Ну и с каждой недели это заметно лучше. И сейчас уже эксперты поговаривают, что дно текущего года это где-то 1.15-1.13 как минимум. Если будет пробит уровень 1.13, то на следующий год рынок сходит 1.10. Если 1.10 пробит, то там серьезных поддержек нет и пара будет опускаться в перспективе. Я думаю, к 17-му году, к началу 17-го года мы увидим перспектив. Во всяком случае, с сегодняшней колокольни для событий на мировых рынках и в глобальных экономиках это выглядит наиболее реалистично. Третий тезис. Тем не менее, торговать надежнее против японской гены, формируя портфель из лонгов нескольких протокольных, используя элементы GF. И все это формировать лонги в периоды, когда интерес к рискам будет давить на гены. Четвертый тезис. Все время держать в голове и стараться открывать позиции и наполнять портфель теми транзакциями, которые напоминают положительные сроки. И пятый тезис. Это отдельно торговать на реформации из Китая. И в этом случае акцентирует свое внимание блоки товарных валют, поскольку в Китае законодатель моды на рынках коммодис. То есть он задает тренды на рынках коммодис. А к этим трендам наиболее чувствительны, конечно, товарные валюты. Следующий слайд, господа. Вот текущие фундаментальные факторы за выбранную таксу таков. Первое. Выбирать момент входа, когда европейские политики в время для быков парийского москвы. То есть другими словами, когда идет вербальное воздействие со стороны должностных лиц, со стороны СМИ в направлении того, что в Европе все хорошо и, соответственно, риски покупаются. Тезис второй. Дискретное ралли на рынке акций. Ну, здесь следует заметить, что рынок акций это такой эталонный рынок рисковых акций. Акции традиционно считаются рисковыми. Поэтому, если на рынке акций ралли, даже дискретные, то это означает, что риски покупаются. В этом случае мы можем формировать свой портфель. Ну, вот вчера в американскую сессию, к сожалению, риски распродавались. Да, это оказывало поддержку в европейской валюте. Поэтому продавать иены было рискованно. Но зато иена окрепла, и дальше мы ее продаем. А на сегодня, кстати, в азиатскую сессию хорошо откреплялась. Ну, правда, в данной сессии эту грамму сессию. Третий тезис. Сужение спреда доходности на рынке облигаций. Это тоже как бы традиционный тезис, суть которого в том, что, когда цены на акции растут, то растут доходности на рынке облигаций. То есть, цены облигаций падают. Здесь мы более ужесточаем крепление и говорим не просто о росте дохода, а сужение спреда доходности между бенчмаркером, это, скажем, десятилетней германской бунды и десятилетними испанскими облигациями или десятилетними итальянскими облигациями. Когда спред сужается, то в этом случае риск покупания. Четвертый тезис. Ралли на рынке комодий. Ну, многие товарные активы также являются рисковыми активами, поэтому если товарная цена растет, то, соответственно, мы формируем партнер, поскольку риски покупаем. Ну, вот сейчас, к сожалению, цены на меств падают, цены на цветные металлы падают. Мех вчера пробила уровень 46, пробивала 47. Марки Брэнт я не вижу. А медь тестировала пятилетнее историческое бенокс. Поэтому, соответственно, с точки зрения динамики рынка комодий, конечно, рынки не располагаются к покупкам рисков на рынке. Пятое. Педрезерв продолжает настаивать на том, что, невзирая на тот рост экономики, который показал четвертый квартал прошедшего года, также, невзирая на то, что на рынке труда ситуация, более-менее, хорошо складывается, но фарм фэрллс последний, последний, еще хороший, выше. Тем не менее, эксперты нашли и здесь ложку дег. то есть, они увидели, что не растет уровень заработной платы в Америке. Последний квартал во всяком случае. И в целом, за год прирост там просто чисто символичный. И поэтому, исходя из этого, делаются далеко идущие выводы о том, что ждать сильной инфляции не приходит. Ну, понятно, что скачки цен могут наблюдаться в таком случае, когда растет денежная масса, за счет чего она растет, либо за счет роста заработной платы, либо за счет роста кредитования населения. Тогда, соответственно, можно ждать скачка инфляции. Ну, поскольку кредитование в Америке тоже не растет, и не растет заработная плата, то ждать инфляцию 2%, особенно в СПИ, вероятность не очень высокая. тем не менее, даже при меньшей инфляции, многие члены комитета по операции на открытый рынок и федрезерву США говорят о том, что ставка может начаться подниматься в текущем году. Хотя Дженни Тейлен, которая возглавляет федрезерв, на последнем заседании комитета по операции на открытый рынок в декабре прошлого года, она заявила, что как минимум в ближайшие три месяца точно ставка подниматься не будет. Ну, значит, отсчитываем три месяца, инфляция, март, ну, значит, с апреля можно смотреть. Ну, вот хороший индикатив, самый лучший, конечно, это фьючерсы на базовую процентную ставку по фид-фондам в Соединенных Штатах. Вот как они торгуются, можно сделать вывод, что есть примерно 20% в апреле будет входить, и примерно 50% в сентябре будет входить. Ну, Алекс меня просит, значит, спрашивает, возможно ли разворот или коррекция против доллара, и, пожалуйста, чуть громче. Ну, эквалайзер мой показывает полный зашкал, ну, давайте прибавлюсь. Раз, два, три. Вот так громче, да? Микрофон еще ближе додвинет. Вот. Ну, вижу, что эквалайзер стал еще сильнее отклоняться вправо, то есть громкость увеличена. Вот. Что касается первого вопроса, возможно ли разворот или коррекция против доллара, то надо уточнить, в какой валюте это, во-первых, если речь идет о евро-долларе, то технические коррекции, они всегда имеют право на жизнь, всегда существуют. Но глобально понятно, что мы ждем вот 23 января, там будет заседание ЕЦБ, Марио Драги объявит, наверное, практические шаги по количественному смягчению, когда будет включен реально печатный станок со стороны ЕЦБ и будет печататься евро. Это, конечно, окажет давление на единую европейскую валюту, поэтому как ответить на этот вопрос? Возможно, конечно, вот до 23, но после 23 увидим, что, какое решение принял ЕЦБ, и все-таки тренд, конечно, глобальный, он на укрепление американской валюты. Причем он по всему рынку. Если оценивать финансовые потоки, то идут серьезные оттоки с развивающихся рынков, поэтому в частности многие валюты развивающиеся экономик находятся под давлением, рубль не исключение. Вот, оттоки куда идут? Уходят в доллар как безопасная гавань на Форекс. В основном куда, тем более есть в этом смысл, поскольку американская экономика показала чудеса роста, и, соответственно, Америка действительно локомотив мирового роста сейчас, в данный момент. Вот, но как только доллар перегреется, причем на разных инвестиционных горизонтах моменты перегрева, можно по осцилляторам наблюдать, когда они входят в зону стимальную перекупленность, по зону, вот, они разные, соответственно, можно на это играть, чувствуя коррекцию. Вот, давайте к следующему слайду, надеюсь, ответил на вас, да? Вот, риски, которые связаны с выбранной тактикой торгов, это наличие системных кризисов в Европе нескольких, то есть, незавершенный до конца долговой кризис, инфраструктурный кризис, там, еще ряд кризисов, поэтому, соответственно, в этом плане это все оказывает давление на евро, и поэтому покупать риски, когда об этих кризисах начинают активно, эксперты говорить, конечно, это очень рисковое занятие. Второй тезис, повышенная турбулентность валютных рынков, это связано с тем, что становятся локальные тренды на рынках, и, соответственно, вот, посмотрите развертки Викли, я вам покажу чуть позже, и, соответственно, при такой повышенной турбулентности, когда скачки волатильности, тут риски растут, риски связаны всегда с волатильностью, как и связаны с волатильностью, дальше, математическое, приближение гауссовских моделей, гауссовских статистик, самород превращений, у нас риск это среднепроводичное пламение по марковице. Третье, то есть, глобальные корпорации, руководители крупных фондов стали более активны в плане феджирования валютных рисков, особенно на развивающихся рынках, поскольку там национальный валют под давлением и показывают тенденцию часто ценовой просад, поэтому, чтобы корпорации не несли потери, они феджируют свои доходы, например, если американская корпорация, то она сразу открывает форвардные контракты на покупку американского доллара, если это европейская корпорация, то покупает форварды на покупку и соответственно тем самым принимает участие в торгах на рынке форвард. Кроме этого, объемы торгов на рынке форвард они уже больше 5 триллионов долларов в день в долларов в выражении, поэтому соответственно 5,3 даже последняя цифра. Поэтому соответственно при таких больших объемах торгов, когда ни один другой сегмент глобального рынка что называется рядом не стоит, конечно отбеджирует. Четвертый то есть возможно снижение ставки резервным банком Австралии. То есть я жду еще одного снижения перед тем как ставка начнет расти, как родится цикл повышения ставок со стороны резервного банка Австралии. Но для этого необходимо чтобы экономика росла более быстрыми темпами и в Китае все было более-менее люди получатся. Вот цены на комодицы сейчас не коксующийся уголь России. Австралия напомню она поставляет очень много коксующих угла, и угля в Китае. Пятое. Стребительская инфляция в Австралии низка, действительно низка, да, был тут какой-то всплеск пару месяцев назад рост инфляции, сейчас она в своем историческом уровне не упустилась, и поэтому соответственно говорить о повышении ставки еще рано, хотя месяц назад был консенсус на рынке, что с марта начнется цикл повышения ставок резервным банком Австралии, но сейчас об этом начинает забывать. Тест 6-й, крупные игроки прогнозируют снижение австралийского доллара, больше находятся в шортах, чем в лонгах, я предпочитаю играть на отскоке вверх, на коррекции, поскольку это высокодоходная валюта для корритрейта, не подходит в паре австралийского доллара и и риски также заключаются в 2007-й, это состояние рынка труда шайни движется, мы уже говорили, что нонфарм фэррлс выходят неплохие, это данные по рынку даша, а рынок недвижимости тут еще есть проблемы. Давайте следующий слайд, таким образом можно открывать лонги по широкому спектру проскурсов с иеной знаменательной, сейчас очень хорошие для этого условия, иена подросла, и поэтому можно ее продавать по широкому спектру, ну вот у меня тут евро-ена стоит, евро-ену я сейчас использую для джирм и шарта, так же как и свис-ена, а все остальные кросс-курсы, австралийский доллар, иене покупаю, доллар, иене покупаю, новозеландский доллар, иене рекомендую покупать, и канадский доллар, покупаю, достаточный антивалютный партнер, сформировать, чтобы свопы были положительные, ну и формировать его в периоды, когда риски покупают, то есть акции, в первую очередь снижается цена инвестиция, снижается спред, доходности германской страны, и гособлиганской страны, и страны, и другой страны. Вот, а сейчас, господа, я включу экран, и по метатрейдеру посмотрим уровни, с которых можно входить в рынок. Вот я смотрю, Алекс, мне еще вопрос в спине. Для каких значений возможно снижение австралийского доллара? Ну, там-то у них истинно оценочная стоимость где-то аусит к американскому доллару 0.85, чуть ниже, это данный эксперт от резервного банка Австралии. Ну, рынок сейчас находится заметно ниже на несколько фигур, то есть он перепродан, и хороший уровень, с которым его можно покупать, это где-то чуть ниже 0.80. Рынок там тестировал дно, не пробил как следует, и улетел сейчас немножко наверх на коррекцию, да, если будет повторно, я лично буду снова покупать. Вот, итак, значит, включаю опцию показать экран, вот экран вы мой видите, сейчас включаю графику, проверю, видите ли графику, видите, итак, евро-доллар, моя рабочая развертка 4-х часов, ну, здесь устойчивая и медвежная тенденция, с небольшими коррекциями наверх, сейчас, кстати, вот на 4-х часов волатильность сжалась, сжалась, да, коррекция, вот, уровни очень низкие, 1,18-23, да, но через несколько месяцев они покажут успехи, например, там пойдем к 1,15. Вот, если рассматривать гипли, то, соответственно, тут скачок волатильности еще на лифе, да, и тут доминированы медвежьи динамики и красных свечей. Осциллятор находит зону экстремальной перетродности, поэтому по викли надо ждать коррекции наверх. Ближайшая цель коррекции на викли это колосса боллингера, баланс, на линии, в районе 1,25, но до этого уровня 7,2, как для линии, поэтому, соответственно, будем ориентироваться на рабочую разверку. тут, соответственно, ближайшая цель это 100-й моллинг и 200-й моллинг, который, кстати, показывает медвежью динамику, соответственно, 1,21 и 1,22 и вот два уровня, из которых эту пару хорошо продавать. Ну, я думаю, что, если будет реально объявлены шаги по количественному смягчению 23-го, а потом через неделю будет заседание Федрезерва, комитет подбираться на рынки дома, то есть какие-то намеки на повышение ставки в текущем году, даже 8. Ну, соответственно, в этом случае евро-доллар, конечно, идет в пикетах, в кабинке фактика разращивая, мы ждем. Вот, примерно такая же динамика с кейблом, видите, на Викле какой-то тренд вниз мы держим, тоже рынок находится в зоне стремальной перепроданности и назревает коррекция на Викле. То есть, включим рабочую развертку, шок, ну, здесь верхняя граница полосы Боллингера отскок и виног. Сейчас виног пытается пробить балансную линию, если пробьет, то с нижней границы полосы Боллингера там. То есть, скейбл тоже лучше держать в больших шортах, чем Боллингер. Но играть на отскоке тем не не разбраняется, поскольку в этом случае риски выше и отскок должен быть более значимым. То есть, доходности должны быть выше. Ну, а уровни, от которых продавать, это та же самая ситуация, как и евро-доллары. это Мулингер 600 1,54 и 200 1,55 1000. Вот, с этих двух уровней на отсутствие продавать. Тут же находятся и экстремумы, там 1,55 75, последний декабрь, и конец декабря, и последний декабрь, декабрь. Два марса ровно 9,44 резко пошел вниз. Вот, если посмотреть доллар-иена, это основной трос-кульс, который я занимаюсь в последние годы, то, соответственно, тут после бурного ралли конца года, 3-4 квартала, у нас наметилась консолидация. Консолидация и иена немножко локально укрепляется на падение фондового рынка, в первую очередь. Вот, но тем самым создаются хорошие условия для распространения в лонгине. Если брать пару долларов-иена, то, соответственно, рабочий развертый очень хороший уровень в районе 117-70 для покупок и ниже, да, для новикли это, соответственно, 112-30 и нижняя граница 101, где-то, я думаю, это будет путь, что-то путь, они опустятся, путь, 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 чтобы все бежали в Гвену как спасительную зару и закрывали корреспейд. Путь, 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 скачок геополитического ритма. А так сюда рынок не идет. Вот, поэтому реально очень хорошо войти в рынок надолго от 113-30 баланса или чуть выше, как мы говорили, по рабочим банкам. Вот, если перейти, соответственно, австралийский доллар, то тут надо сначала посмотреть на австралийский доллар с американским долларом, здесь мы видим, на Виклияусе падает, ну, правда, последние две недели коррекции наверх наблюдают, но в целом может скорректироваться даже до баланса линии, куда-то в район 0,86, но это маловероятно. Поэтому на коррекциях крупные игроки, конечно, продают, взирая на отрицательные свопы, но я пропускаю это движение, вот, а если посмотреть работу коррекции, идет, рынок двигается между сотым и двухсотым муллингами, которые показывают и рынок, еще раз, цифрующим 0,82, отрицательные шахты. Вот, в принципе спешить с покупками в стране в долларе и иена не стоит, но в то же время и пропускать в стране. Поэтому вот хорошие покупки, там, например, от сотового муллинга, в районе двенадцать тысяч уже покупки, и совсем хорошо в районе двенадцать тысяч. Куда нам не придет. вот, но есть еще одна цель медвежья, это восемь недель. А по рабочей развертке, соответственно, у нас основные цели в районе двенадцать пять пятьдесят, оттуда хорошо делали в бане. Видите, что, вот, локальное дно было в середине декабря прошлого года, и, соответственно, еще раз оно постептировалось теплышем, да, в середине еще одну дно странировал в районе двенадцать шесть недель. Сейчас рынок снова рисует четырех часов недвижья, прошу прощения, оттолкнувшись к балансной линии, вот, а Астрахатик при этом показывает бычью динамику, как подключение сигнала. Тем не менее, если торговать этой парой только в одну сторону, то надо набираться в середине и ждать локального дна, и начинать скипать с небольшими лотами, начиная с длины с шесть и низ. Примерно та же петрушка и у канадского доллара, и он тоже слопы положительные. Видите, на рейт идет хорошая недвижья динамика, коррекция, и, соответственно, скипать вот от уровня 95-75 или 93 тысяч сюда дойдет. Ну, к сотому мувингу наверняка рынок дойдет, а вот опасно. Ну, совсем идеальные покупки, это 88-22 это 200-й мувинга ручья. Если перейти на рабочую развертку, тут, соответственно, дно посмотреть по пиво экстеншнам. То есть, как локальный у нас формированный, надо скипать начать. С другой стороны, вот видите, класса буллингера ущеряются, риски растут, надо набраться терпения и все дождать, когда вот бежен завершится. Нам об этом покажут класса буллингера своим хужеем. Вот, также не нужно сбрасывать со счетов покупок высокопедоходных валют на развивающемся рынке, хотя это занятие все более становится опасным, походу. Я говорил вам в начале нашего вебинара, что наблюдаются отток капиталов с развивающихся рынком, это давит на национальные валюты, страны развивающиеся, экономики. Поэтому покупать эти валюты опасно. тем не менее, если вы поймали серьезно ценовую осадку и купили, ну, давайте, например, для примера пункт и вверх. Вот пункт ЗАР, да, рассмотрим. Вот просадка была какая ЗАР, да, там район 18-46, да, почти 47. Отсюда, конечно, можно ЗАР покупать, продавая все. Ну, ждать такого скачка, конечно, на работе развиваться можно не дождаться, но примерно вот продавать от сотого-двухсотого мудинга, то есть где-то 17-89, да, 17-78. Можно в паре небольшими лотами, чтобы без леберинга и зарабатывать большие свопы на неделе. Вот, собственно, основные идеи, которые на текущую неделю. Я надеюсь, что мы встретимся в четверг еще раз это обсудим с вами и соответственно какие-то появятся новые идеи, возможно, о которых мы тоже проговорим. Следующий вебинар четверг, вот Алекс спрашивает, когда следующий вебинар? Планируется четверг в 11.30 по Москве. Так что спасибо за внимание, господа, со старым Новым годом вас и с прошедшими праздниками и удачи, побольше удачных трейдов. До свидания. Продолжение следует...